Приветствую всех! С вами Олег Саламаха и это рубрика Эншпиль. Остаться в живых. Рубрика, которая посвящена заключительной стадии борьбы Эншпилю. К сожалению, друзья, рубрика Эншпиль крайне мало популярна на моем канале. Хотя, повторюсь, что рубрика мне самому очень нравится. И эта рубрика чрезвычайно полезна для того, чтобы совершенствоваться в шахматах. И в частности, чтобы лучше понимать Эншпиль, заключительную стадию игры. Которая, несмотря на то, что фигур мало на доске, может сохранять в себе достаточно много красивых идей, вариантов. И также, соответственно, очень интересно все это дело изучать и совершенствоваться в шахматах. Поскольку, если даже вы отличный дебютчик, если вы хорошо понимаете Миттельшпиль, то какой в этом толк? Представьте, да, что вы разыграли дебют против сильного шахматиста. Вы выжили в Миттельшпиле против сильного шахматиста. Дожили до Эншпиля и дальше не знаете, что делать. Все, вы забыли, вы не знаете. А ведь в Эншпиле все решает знание точных позиций. Так называемые позиции маячки. То есть, те позиции, оценка которых давным-давно известна. И к которой, соответственно, нужно стремиться. Так вот, представьте, каково будет ваше разочарование, если вы доживете до Эншпиля. И просто-напросто все ваши предыдущие старания пойдут, что называется, прахом. Потому что вы просто проиграете в Эншпиле. К чему я все это веду? Дело в том, что предыдущее видео, которое посвящено рубрике с разноцветными слонами. То есть, мы сейчас с вами изучаем Эншпиль с разноцветными слонами. Так вот, там я сказал, что если мы набираем на видео 200 лайков, то выйдет продолжение. И вот только сейчас, спустя более полугода, на этом видео набралось больше 200 лайков. Я, как обычно, верен своему слову, поэтому встречайте продолжение. Мы с вами продолжаем изучать тему разноцветные слоны. И сегодня мы с вами посмотрим еще одну классическую ситуацию, когда король блокирует проходную пешку. Друзья, если вы хотите, чтобы рубрика Эншпиль выходила чаще, то прямо сейчас поставьте этому видео лайк. Это будет для меня знаком того, что эта рубрика все-таки вам интересна. Также можете проголосовать по подсказке, которая сейчас возникает в правом верхнем углу. Ну, а я начинаю очень важную тему. Итак, очень часто у сильнейшей стороны имеется проходная пешка. Ее нужно блокировать либо королем, либо слоном. И сегодня мы с вами рассмотрим именно случай, когда король, в данном случае мы видим, что это король на поле Б7, блокирует проходную пешку белых на поле Б6. Пешка на поле Б6 защищена слоном с поля Е3. И это первый случай. Во втором видео, повторюсь, если мы с вами соберем достаточное количество лайков, и я пойму, что эта тема вам интересна, мы с вами будем смотреть, когда слон блокирует проходную пешку. Так вот, как нужно действовать в этой ситуации? Как нужно действовать в слабейшей стороне? И как нужно действовать в сильнейшей стороне? Все это мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, первая система обороны в данной позиции. Король блокирует проходную пешку противника, а слон защищает свои пешки. Это основная и обычно наиболее надежная расстановка сил при защите. В самом деле, если мы сейчас с вами приглядимся, то слон на поле C4, он расположен на полях того же цвета, что и расположены все пешки. Пешечная цепочка у черных, как мы видим, стоит очень хорошо. Слон защищает корневую пешку на поле F7, а король надежно блокирует пешку на поле B6. В таких ситуациях слон легко справляется с защитой королевского фланга, поэтому исход ничейный не вызывает сомнений. F5. Единственная попытка белых извлечь что-то из этой позиции. GF. Можно играть и так, но гораздо надежнее сыграть просто слон D3. Цепляясь к пешке, теперь в случае размена следует взятие, и слон снова защищает пешку. Никакие проходные не работают. Ну а в случае взятия пешки на поле F7, решает, конечно же, слон бьет F5. Снова с ничейной позицией. Но GF тоже пока не выпускает ничью. Король бьет F5. Слон E6 шаг. Но здесь уже надо черным быть очень аккуратными. Например, оценка позиции изменится, если черные неосторожно сделают какой-то выжидательный ход по типу король C6. Кажется, что король вроде бы в квадрате, все хорошо, ничего не получается. На король G5 слон E2 играют черные, но здесь H3. И белые на самом деле заставляют черных попасть в цукцванг. Король B7. Значит, если слон F1, то G4, HG и H4. И здесь-то и выясняется разница огромная. То, что слон просто-напросто не сможет задержать пешку, а слон белых задерживает все пешки черных по одной диагонали. Смотрите, что получается. То есть, например, G3, H5, там G2, например, H6. Теперь черные вынуждены вставать, слон D3. Теперь мы идем просто королем на поле F6, далее королем на поле G7. И получается так, что черные неизбежно попадут в цукцванг, потому что все их пешки задерживаются легко слоном. И также слон держит пешку на поле B6 под защитой. То есть, представим, да, ситуацию, что даже если пешка дойдет до поля F3, то потом на цукцванге все равно черные проиграют. То есть, задача черных не дать прорваться белым и образовать проходную пешку. Итак, после короля F5, слон E6, шаг, точный ответ, не даем пойти H3. Король G5 и просто слон G4. Теперь ход H3 ни к чему не приводит, потому что проходная не образуется и позиция ничейная. Рассмотрим еще какие возможности. Например, после короля C6, короля G5, слон E2, H3. Если белые, например, будут пытаться играть сразу, король F6, то после слона C4, H3 не получается. Слон F1, G4, H4. Король бьет F7, слон бьет H3, G5, слон F1. И проблема возникает в том, что слон не задерживает пешку H. Вот она разница огромная. То есть продвижение пешки H отвлечет слона с поля E3. В самом деле, после, например, G6, H3, теперь черные, значит, и вернее белые вынуждены не пропускать пешку на поле H2. Ну и все. Дальше мы просто играем H2, отвлекаем слона, забираем пешку на поле B6 и отдаем слона за пешку G. Легкая ничья получается. Так вот, вернемся к начальной ситуации. Итак, первый вывод, который мы с вами сделаем, то, что в позициях, когда король стоит перед проходной пешкой, важно держать пешки на полях цвета собственного слона, чтобы слон мог их всегда легко защитить. Отсюда возникает и второе правило для сильнейшей стороны. То, что попытка выиграть в данных позициях всегда сопряжена с прорывом. То есть, нужно попытаться поставить соперника в положение Цукцванга. И это зачастую достигается именно путем прорыва. И сейчас мы с вами посмотрим несколько примеров. Итак, перед нами ярчайший пример, как нужно разрушать оборонительную позицию, о которой мы с вами говорили в начале видео. То есть, когда король блокирует проходную пешку соперника, а слон защищает свои пешки по полям цвета слона. Итак, белыми играет Александр Котов, черными играет Михаил Ботвинник. Знаменитейшая позиция, 1955 год, чемпионат Москвы. Классический пример разрушения оборонительной позиции. Решает прорыв с целью образования второй проходной пешки. Ботвинник здесь играет Ж5. Два восклицательных знака. Например, ошибочно сыграть король Ж4, тогда просто слон Е7. Слон защищает пешку, и черные абсолютно ничего не добиваются. И если, например, король Ф3, то король Д2, Б2, король С2. Король бьет Е3, король бьет Б2, король бьет Ф4, король С3, и позиция вновь ничейна. Поскольку король теперь задерживает пешку Д проходную, а слон легко справляется по одной диагонали, защищая и свою пешку, и не давая черным прорваться ходом Ж5. Поэтому именно прямо сейчас Ботвинник играет Ж5. ФЖ, ну понятно, что безнадежно, ХЖ, Х4, Ф5, слон бьет Ф5, король бьет Б3, Х3, слон Д6, король бьет Е3, и здесь ситуация совершенно иная. Дело в том, что слон, как мы видим, задерживает проходную пешку белых, и пешка Д просто проходит ферзи. Делать нечего, слон все более всегда вынужден сторожить беглянку на вертикали Х. Поэтому ФЖ играет Александр Котов. Теперь Д4, шах, еще один мощный прорыв, и необходимо защитить пешку Б3 своим слоном. Слон все равно абсолютно бесполезен. То есть ЕД, если слон бьет Д4, тогда король Ж3, пешку все равно на Х4 не защитить. Ж6, король бьет Х4, король Д2, король Х3, и после король Ж2 снова придется белым отдавать слона за пешку. И получается снова такая ситуация, когда слон защищает и проходную свою, оставшуюся на поле Б3, и задерживает одновременно пешки белых, которые никуда не проходят. ЕД, король Ж3, слон А3, король бьет Х4, король Д3, король бьет Ж5, король Е4, Х4, король Ф3. На Д5 следует просто слон бьет Д5, шах, и получается так, что слон разрывается, король не в квадрате, после Х3, слон Д6, Б2, яркий пример пешечных штанов. Итак, Х4, король Ф3, слон Д5, шах, и белый здесь сдались. После короля Ф2, черный король направляется к пешке на поле Б3, а слон защищает свою пешку Х, и держит, соответственно, пешку Д по одной диагонали, С8, Х3. То есть, можно привести пример, да? То есть, после короля Ф2, черные играют, например, король Ф5, продолжим. Допустим, король Ж1, теперь мы играем, допустим, король Ф5, Е4, пусть пока черный, значит, белый пока держится, слон Б2. Ну что ж, мы играем Х3, белый играет король Х2, мы играем слон Е6, и добиваемся своей цели. Пешка Д, как мы видим, сейчас пока обезврежена. За пешку придется отдать слона. Ну и все. В принципе, вроде бы как позиция Цуксванга получается. Итак, после хода король Ф2, вернее, после хода слон Д5 шах, здесь белые сдались. Ну что ж, давайте посмотрим еще несколько примеров на тему как раз разноцветных слонов, методов защиты и методов прорыва обороны. Идем дальше. Рассмотрим с вами пример. Партия игралась в 1970 году. Белыми играл Хуан Белон, черными играл Драголюб Минич. На диаграмме, которую сейчас вы видите на ваших экранах, отложенная позиция. В те времена далекие еще игрались партии с откладыванием, то есть, когда, например, до 40-го хода все это дошло. Шахмат Фишера еще не придумали. И соперники записывали свой последний ход, запечатывали в конверт, отдавали судье. И потом, соответственно, на свободный день партия доигрывалась. То есть, вскрывался конверт, смотрели записанный ход, расставляли позицию, и соперники играли с этой позиции. Так вот, белые здесь записали свой 41-й ход. После домашнего анализа соперники согласились на ничью, не приступая к доигрыванию. Позиционный перевес черных показался Миничу недостаточным для победы. Итак, слон Д8, как считали оба, к чему приводит этот анализ. Итак, слон Д8, слон С6, слон С7, король Ф5, слон Д8. Мы видим, что белые защищают пешку своим слоном, в то время как король блокирует проходную пешку. Перед нами классическая оборонительная позиция. Король Ж4, слон Е7, А5. Белые, значит, черные пытаются прорваться, поскольку мы с вами тоже поняли, что единственной возможностью попытаться пробить вот эту самую оборонительную стойку, когда все пешки слабейшей стороны находятся на полях цвета слона, является попытка прорыва. Так после БА, король Ф5, А6, король Е4, А7, король Д4, А8, ферзь, слон бьет А8, С6, слон бьет С6, слон Д6. Пешка А3 надежно защищена слоном. И ничья очевидна. Так думали оба соперника. Ну а так ли это на самом деле? Давайте попробуем провести анализ. Итак, вернемся к началу позиции. И оказывается, что при домашнем анализе оба соперника и помогавшие им товарищи, даже по команде, не расшифровали эту, в общем-то, не слишком сложную позицию. На самом деле, ее оценка зависит от записанного хода. После слон Д8, если бы белые записали этот ход, то слон С6, и оказывается, что черные побеждают. То есть план выигрыша черных следующий. Для начала они должны просто уничтожить пешку на поле А3. Такой вот глубокий план. Дело в том, что белые все равно никак не смогут защитить эту пешку на поле А3. После взятия пешки на поле А3, угроза прорыва А5 станет уже гораздо более серьезной, потому что пешка Б будет проходной. Ведь взятие пешкой приведет как раз к образованию второй проходной. Итак, смотрим этот план. Слон С7, Ф3. Обязательно ставим пешку на поле цвета своего слона, чтобы она была под защитой. Слон Д8, король Д3. Слон С7, король С2. Слон Д8, король Б3. Черный, значит, белые просто стоят, они никак все равно не могут защитить пешку на поле А3. Слон С7, король бьет А3. Слон А5, король Б3. Итак, сделав свое дело, король возвращается на противоположный фланг. Король Е3, король С4, король Ф2, король Д3. Слон Д8, король Е4, слон С7, король Ф5, слон Д8. Кажется, что ничего не поменялось. Белые успевают защитить свою пешку на поле Ж5, но оказывается, что после короля Ф4 возникает позиция Цуксванга. Дело в том, что белым, у белых кончаются ходы. Если слон уходит по диагонали Д8, А5, решает прорыв А5 с образованием второй проходной. Если слон уходит с поля Д8, теряется пешка на поле Ж5, что также приводит к безнадежной позиции. Поэтому остается единственные ходы королем. Ну а королем можно отходить только на три поля. Е1, Ф1 и Ж1. Итак, король Ф1. Ну, в случае слон С7, шах, решает король, бьет Ж5. Дальше все просто. Черный переводит короля на поле Д3, играют Ж6, Ж5, Ж4. И на Цуксванге выигрывают. Итак, после, например, если не уходить королем, а после слон Е7, А5, БА, Б4, мы это с вами также все понимаем. Король вновь идет на ферзевый фланг, чтобы выиграть слона за пешку Б. У белых нет контр-игры, поскольку черный слон по диагонали и защищает, соответственно, пешку на поле Ф3 и держит проходные на полях А5 и С5. Король Ф1, король Е3, слон С7, А5, прорыв на БА следует Б4, слон бьет А5 и слон Д5. И теперь оказывается, что позиция короля на поле Ф1 приводит к тому, что просто король получает мат и пешка проходит в ферзи. Угрожает Ф2 и слон С4 с неизбежным прохождением пешки в ферзи. Рассмотрим еще раз эту позицию, чтобы понять, где ошиблись белые, белые и есть ли у них спасение, то есть было ли вообще спасение в этой позиции. Итак, вернемся. Значит, вот эта позиция. Белые сыграли слон Д8, черные ответили слон С6 и получился Цук Цванг. То есть вот здесь вот давайте еще раз быстренько прокрутим. То есть черные возвращаются, забирают пешку и здесь после короля Ф4 Цук Цванг. То есть, если слон С7 шаг, то король бьет Ж5. Вот этот вариант мы с вами более подробно не посмотрели, но здесь все просто. Если черные, значит, белые, вернее, стоят, то есть они должны стоять, чтобы не пропустить продрыв пешки на поле А5, например, король Ф5, далее стоим, слон С7, Ж5, слон Д8, Ж4, слон С7, король Е4, далее, например, слон Д8, король Д3, слон С7 и вот здесь вот эта критическая позиция, которую мы с вами не рассмотрели, здесь также решает, опять же, прорыв пешки на поле Ж3. Ж3 шаг. Что делать? На король бьет Ж3, следует король Е2 и пешка Ф проходит ферзи, а на слон бьет Ж3, слон отвлекается с диагонали Д8 А5 и решает прорыв А5 на другом фланге, после чего, после БА, Б4, также белые проигрывают, потому что мы с вами уже эту позицию видели. Слон задерживает обе пешки под одной диагонали и одновременно защищает пешку. После короля Ф4, король Ф1, король Е3, слон С7, вот здесь вот как раз после хода король Е3 наступил критический момент в партии. Здесь мы с вами, друзья, понимаем, что если бы пешки на поле С5 не было, то белые бы спаслись ходом слон Б6 шаг. Представляем, что пешки на поле С5 нету. И тогда черные вынуждены отходить королем от пешки на поле Ф3, и белые вновь займут оборонительную стойку королем перед проходной пешкой. И поэтому, оказывается, что если мы с вами, друзья, сейчас вернемся, и теперь мы с вами понимаем, что единственный путь белых к спасению заключается не в ходе слон Д8, а в ходе С6. Вот таком вот красивом скидывании пешки. И действительно, этот ход приходит в голову только после того, как мы с вами все проанализировали. Единственный путь к спасению. Слон бьет С6, слон Д8 шаг, король Д3, слон С7, король Ф3, обязательно нужно заставить пешку продвинуться, слон Д8, король С2, пока, кажется, ничего не меняется, друзья, видите? Всего лишь пешка на поле С5 исчезла, черные точно так же идут забирать пешку на поле А3, и снова будут ставить, значит, белых в положение Цукцванга. Итак, возвращаемся, слон С7, король Е4, слон Б6, слон Д5, слон С7, король Ф5, слон Д8, и на доске возникла та же самая позиция, но только без пешки на поле С5. Теперь оказывается, что ничего не дает прорыв, то есть король Ф4, если, например, сыграть А5, слон бьет А5, то после король бьет Ж5, связанные проходные пешки легко блокируются по черным полям, то есть просто стоим слон С7 по диагонали, и пешки никуда не идут, потому что теперь прорыва А5, в том самом варианте, когда король стоял на поле Д3, уже нету, пешка А ушла, и выигрывающего плана просто нет. Итак, король Ф4, черный пробует тот же самый план, король Ф1, на король Е3, теперь есть слон Б6, шах, ради этого, собственно, и жертвовалась пешка, и никакого теперь цуксланга у белых не получается, поэтому после короля Ф1, слон С4, шах, но король Ф2, слон Е2, последний шанс, на слон Д3, слон С7, шах, пользуясь тем, что пешка на поле Ф3 не защищена слоном, теперь в случае король бьет Ж5, просто король бьет Ф3 сыграем, потому что на слон Д3 невозможно сыграть не король Е1, тогда король Ж3, слон С7, король Ж2, и пешка Ф проходит в ферзи, также невозможно сыграть и король Ж1, поскольку король заходит с другого фланга, король Е3, слон Б6, король Е2, и потом А5, снова решает тот же самый прорыв, либо пешка Ф проходит в ферзи, либо пешка Б, поэтому после короля Ф2, слон Е2, например, на слон Д3 мы с вами уже решили, что есть слон С7, шах, спасительный шах, ну слон Е2, черный пробует защитить пешку на поле Е2 слоном, а затем попытаться либо прорваться ходом А5, либо забрать пешку на поле Ж5, король Ж1, единственный ход, спасающий партию, на король Е3 следует слон Б6, шах, и теперь король не проникает на поле Е2, потому что поле Е2 занято слоном с поля Е2. Вот такая вот интересная позиция, и оказывается, что проделав вот такой вот большой анализ, выясняется, что спасение белых заключается в очень красивом скидывании пешки на поле С6. Настоящий такой вот этюд, что называется, мы с вами сейчас могли наблюдать. Ну что ж, друзья, я думаю, что хватит, наверное, вас грузить сегодня. В принципе, какие мы можем сделать выводы из сегодняшней видео лекции. То есть сегодня мы с вами посмотрели тему разноцветные слоны, борьба проходных пешек, и ситуация, когда проходную пешку сильнейшей стороны блокирует наш король. Оборонительная стойка в этом случае заключается в том, что мы блокируем пешку королем, а слон защищает свои пешки, которые должны быть расположены на полях цвета слона. Это важно. И самое главное, за сильнейшую сторону попытка выигрыша всегда связана с прорывом. То есть по-другому позицию никак не выиграть. И если прорыв есть, то тогда позиция может быть и выиграна. То есть нужно либо найти этот прорыв, либо искать возможность прорыва и заставить соперника ошибиться. В принципе, на сегодня все. Если это видео собирает 200 лайков, то я делаю продолжение рубрики Эншпиль, остаться в живых. И мы с вами будем смотреть ситуацию, когда проходную пешку сильнейшей стороны задерживает уже не король, а слон. Итак, набираем 200 лайков. Это у нас будет новое видео. Ну а на сегодня все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные обучающие видео на моем канале. Завтра у нас стартует обзор большой швейцарки, которая начинается значит на острове Мэн. То есть там играют очень сильные шахматисты. Одна из сильнейших швейцарок, которые вообще, наверное, существовали в истории. Играет Карлсон, Карякин, Каруана, Анан, Тсо, Ю, Виньи, участник и занявший четвертое место на Кубке Мира. И самое интересное, то, что победитель этой большой швейцарки, которая будет проходить в 11 туров, получает путевку на турнир претендентов. То есть одно место как раз право участвовать в турнире претендентов. Это будет очень интересный, как мне кажется, турнир. Такая вот швейцарка, она всегда интересна чем? тем, что сводит шахматистов, сначала сильных с не очень сильными. И поэтому возможны очень интересные партии наблюдать. Именно за счет неравенства. Ну а в итоге все равно в конце встретятся сильнейшие с сильнейшими. И, может быть, даже исход борьбы будет решаться уже на тайбрейках. Поскольку 11 туров и 160 гроссмейстеров, только вздумайтесь, 160 гроссмейстеров. Понятное дело, что я обзор буду делать только на самые важные и интересные партии. То есть возможен, как мне кажется, даже очень большой дележ. Короче, турнир будет очень интересный. Это мы с вами будем все наблюдать завтра. А сегодня учимся играть эншпиль разноцветными слонами. Все, друзья. Больше вас не буду доставать своим присутствием. Пока!